Привет, друзья! Это новый выпуск шоу Буклайф. Меня зовут Катя Бахтова и мы начинаем. Известный журналист, бизнес-тренер и коуч. Она брала интервью у Бориса Ельцина, королевы Беатрикс, Билла Клинтона и других. Гении коммуникации рождаются ли ими? Или есть секретные методики общения? Встречайте, Нина Зверева. В московском Доме книги она презентует свое новое произведение. Магия общения, этому можно научиться. Я пришел на встречу с Ниной Зверевым, потому что Нина Витальевна моя землячка. Я тоже из Нижнего Новгорода. Я люблю Нину Звереву. Она мне нравится и как писательница, и как журналист, и как коуч. Как захватить внимание слушателей? Как найти подход к абсолютно любой аудитории? И как расположить к себе доверие любого человека? Узнаем у автора. Нина Витальевна, вы говорите, что есть магия первого вопроса. Так проецируя на наш с вами диалог, какой первый вопрос должна задать я, чтобы расположить вас к себе? Ну, этот первый вопрос должна задать вы. А чтобы расположить меня к себе, надо сказать что-то такое особенное, что вы про меня знаете, а я сильно удивлюсь. Что вы про меня такое знаете, что может меня удивить? Люди реагируют всегда на информацию о себе. Если вы много про меня прочитали, если читали мои книги, например, вы только что сказали, я обязательно поступлю в вашу школу. Вот. С этого можно и начать. Мне это уже будет приятно. Вот вы говорите о том, что коммуникации нужно постоянно учиться. У вас, в вашей книге ограничение 16+. То есть уходит, что коммуникации можно учиться только после 16 лет? Ну, книга написана взрослым языком для взрослых. Просто ребенок до 16 лет, ее трудно читать. Там все примеры из взрослой жизни. Но у нас есть курс «Я среди других» для подростков 12+. И там мы как раз делаем видеоуроки, и там очень интересные материалы, веселые. Так что тут сделаем курс специально для подростков. И я провожу иногда тренинги для подростков. Хотя это всегда очень много энергии берет от меня, потому что они очень активны. А вот, чтобы учиться коммуникации, нужно следовать каким-то правилам и методикам. Выходит, что коммуникация — это в какой-то степени наука. Но если же следовать каким-то методикам и правилам, то получается, что общение будет совершенно неискренним. Так ли это или нет? Ну, вот есть правила триады, да? Человек запоминает три вещи, четвертый уже не запоминает. Если вы говорите в четвертых, то уже мало кто вас слушает, да? Это правило, начиная от цицерона. И что-то никому оно не надоело. То есть инструменты-то известные, а как вы их применяете, в каждой ситуации по-разному, с каждыми людьми по-разному. Поэтому, конечно, есть инструменты коммуникации, есть определенные законы коммуникации. Но применение — это всегда индивидуальная история. В каждой новой аудитории. Я вот презентовала эту книгу в Питере совсем по-другому, чем здесь. Я посмотрю, аудитория другая совсем. Там была взрослая аудитория, а здесь больше молодежи. Поэтому это зависит очень. А инструменты одни и те же. Друзья, я с вами прощаюсь. Дальше будет еще интересней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...